Получить высокие баллы на ЕГЭ – мечта для сочин школьников и их родителей. Чтобы единый госэкзамен был сдан на высшую оценку, тратится бессонные ночи на зубрежку, занятия и подготовку. Кто-то не выдерживает и срывается, а кто-то полученный результат лишает даже золотой медали. Но есть и те, кому удалось получить высокие баллы на экзаменах. Алена Бондаренко – медалистка Натырбовской школы номер 8. Выпускница набрала 267 баллов по итогам ЕГЭ. На мой взгляд, высокие баллы – это результат хорошо организованной самостоятельной работы и подготовки в школе, поделилась выпускница. Алена рассказала, как готовилась к ЕГЭ и что ей помогло сдать экзамены на «Отлично». Что в подготовке к ЕГЭ для тебя было самым сложным и когда ты начала подготовку к экзаменам? Самым сложным в подготовке к ЕГЭ для меня было найти свои слабые места и распределить время между предметами. И трудно было запомнить огромное количество информации. В день перед каждым экзаменом я повторяла противный материал. Я делала упор на те задания, которые для меня были самыми сложными, или ту теорию, в которых у меня были пробелы, и делала себе конспекты по самым сложным заданиям. По мнению Алены, волнение на экзамене неизбежно, но оно помогает собраться и сконцентрировать силы для получения высокого результата. Перед экзаменом я, конечно, чувствовала волнение небольшое и ответственность, потому что я хотела показать свои знания и добиться высоких результатов. Каковы это получаются, такие высокие баллы? Я, естественно, была рада за себя и гордилась собой, потому что я шла к этому очень долго и усердно занималась ради этого. Алена мечтает поступить в медицинский университет. Для поступления в медицинские вузы нужно сдавать ЕГЭ по химии и биологии – одни из самых сложных предметов. Я планирую поступать в медицинский университет на педиатра. Химию написала на 88 баллов, русский язык – 89 и биология – 90 баллов. Волнение было, особенно когда я видела какие-то незнакомые задания, либо когда я сомневалась в своих знаниях, но все равно я смогла с этим справиться и сделала работу хорошо. Будущим выпускникам, кому только предстоит подготовка к ЕГЭ, Алена советует делать выбор экзамена как можно раньше и уверенно идти к поставленной цели. Секретов нет, но могу дать советы, что стоит начать заниматься как можно раньше и не думать, что до экзаменов еще очень много времени, потому что намного эффективнее будет повторять, учить теорию медленнее, но качественнее. Также стоит заниматься каждый день, не опускать планку, но и не стоит забывать про отдых, и еще важно понимать структуру самого экзамена и знать, какие критерии оценивания, чтобы писать такие ответы, которые от вас ждут проверяющие. Это большой успех для школы, когда ее ученики показывают максимальные результаты по единому государственному экзамену, говорит директор школы Эдуард Мамишев. Алена показала себя как целеустремленной, трудолюбивой, обучающейся. На протяжении всего обучения она показывала отличные результаты. Для школы, конечно, важны такие результаты. За последние, наверное, я неоднократно уже говорил, что за последние годы таких высоких результатов у нас не было. В этом году все претенденты у нас подтвердили свой статус и получили медали. В первой и две девочки, значит, и одна девочка получила медаль с серебром второй степени. Я ей при вручении говорил, что с таким отношением они добьются огромных высот. Желаю, конечно, держать эту планку и, естественно, успехов во всем. А нашей выпускнице желаем удачи, успехов, счастливого взросления и больших побед в дальнейшем.